Что сейчас является самым важным в вашей жизни? То, что вы живы, не так ли? Садгора, это все, конечно, хорошо, но мне сейчас пачка из старых купюр номиналом тысячи рупий. Кто мне их сейчас обменяет? Да, это тоже важно. Но сейчас самое важное то, что вы живы. Разве не так? Ваша семья, ваши деньги, ваша страна и многое другое приобрело для вас значение только потому, что вы живы. И это самое главное, что прямо сейчас вы живы. Сейчас это самое главное в вашей жизни. Допустим, завтра утром вы проснетесь. Каждый день на планете умирают почти четверть миллиона человек естественной смертью. Четверть миллиона человек умрут, но не вы. Завтра утром, если вы проснетесь, проверьте. Я жив? Если будете живы, сможете ли вы широко улыбнуться? Только если живы. Если нет, тогда ладно. Но если вы живы, сможете ли вы широко улыбнуться? Если четверть миллиона человек умрут, это значит, что по крайней мере два или три миллиона человек потеряли кого-то, кто им дорог. Так что проверьте этих трех-четырех человек, которые имеют для вас значение. Если все они сегодня живы, еще одна широко улыбка, затем посмотрите на часы. Сейчас 11.30. Вы все еще живы. Не думайте, что это шутка. Тикают не часы, тикает ваша жизнь. Уходит не секунды. Уходит ваша жизнь. 12 часов. Вы все еще живы. Вы должны пообещать мне. Каждый раз, когда будете смотреть на часы, вы должны улыбаться. Если все еще живы. Если умрете, тогда вам простительно. Но очень многие ходят по улице так, как будто практикуют позу, в которой будут лежать в гробу. Не волнуйтесь. Эта поза придет к вам естественным образом. Смерть очень эффективна. Не нужно ее репетировать. Когда она произойдет — бум, на сто процентов. Никто никогда не умирал неэффективно. Люди живут неэффективно. Но никто не умирал неэффективно. Так можете ли вы мне пообещать, что каждый раз, когда вы проверяете время, вы будете улыбаться. Все еще здесь. Все еще жив. Вы не знаете, как все это происходит. Знаете? Вы знаете, как это происходит? Нет? Нет. Было так много людей, которые были так же реальны, как вы и я. Поп. И их нет. Просто исчезли. Их нигде не найдешь. Если вы будете вспоминать о смертности изредка, это сделает вас подавленными. Это будет вселять в вас страх. Если вы будете думать о смерти каждое мгновение своей жизни, это сделает вас абсолютно живыми. Потому что одно только это. Вот это не будет здесь вечно. Лишь короткое время. По мере того, как вы становитесь все более радостными, жизнь становится все короче. Если вы испытываете экстаз, она очень быстро подойдет к концу. Так что, если вы хотите продлить свою жизнь, вам нужно сделать себя очень несчастными. В противном случае жизнь закончится очень быстро. Если вы примете этот факт, если вы живете так, что каждое мгновение своей жизни вы цените только одно это. Потому что самое главное в вашей жизни то, что вы сейчас живы. Быть живым. Абсолютно живым. На сто процентов живым. Вот что важнее всего. Потому что только то, что живо на сто процентов, может принести прекрасные плоды. Скажем, у вас дома есть небольшое растение. Или во дворе растет манговое дерево. Вот такое. Оно просто имитирует вас. Сможет ли оно принести много сладких плодов? Нет. Если дерево – это буйство жизни, тогда можно ожидать, что оно даст сладкие плоды. Никому не нужно учить дерево манго, если оно живо на полную. Пожалуйста, выращивай сладкие фрукты. В любом случае, такое дерево просто будет источать сладость. Учить нужно несчастных людей. Будьте любящими, будьте любезными, кроткими, делайте то, делайте это. Всё это требуется, потому что по той или иной причине вы стали живыми наполовину. Если бы вы были полны жизни, для человеческого сознания стало бы естественным распространять вокруг себя сладость каждое мгновение жизни. Мы не знаем, какие великие деяния вы совершите в своей жизни. Мы не знаем, подниметесь ли вы на Эверест. Мы не знаем, будете ли вы бегать быстрее, чем мистер Болт. Мы не знаем, станете ли вы самым богатым мужчиной или самой богатой женщиной в мире. Но вот, что вы должны сделать для себя. Вот, чего вы заслуживаете. И это на сто процентов в ваших руках. Вы можете жить здесь, как радостный человек. Это возможно для каждого из нас. Наша способность влиять на мир вокруг зависит от разных аспектов. Что-то срабатывает, что-то нет. Потому что в это вовлечено очень много различных сил. Иногда всё идёт как нам нужно, иногда нет. Но в наших жизнях наша возможность делать всё, что мы можем, зависит от… Только если вы радостны по своей природе, то есть если у вас отсутствует страх перед страданиями, только тогда вы осмелитесь идти по жизни широкой поступью. Вы сделаете всё, что сможете. В наших жизнях, если мы не делаем того, что не можем сделать, это не проблема. Но если мы не делаем того, что могли бы сделать, это катастрофа. Желаю вам и благословляю вас, чтобы вы не стали такой катастрофой. В этой жизни должно произойти всё, что вы можете сделать. А необходимая атмосфера для этого – чтобы вы были радостными по своей природе. «Сколько сейчас времени?» Всё ещё живы? Давайте сделаем это! Спасибо! Спасибо! Спасибо!